Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня в рубрике «Огородные заботы» я хочу показать вам то, что выбрано мной для посадки на 2020 год из категории фасоль и горох, то есть бобовые. Горох мы собрали, у нас есть свой, но, к сожалению, видимо, все равно происходит переопыление сортов. И со временем горох немножко видоизменяется, то, что называется, выводится, обновлять сорта приходится. Приходится делать это, ну, если недостаточно часто, то все равно приходится. И в позапрошлом году огромная проблема возникла с тем, что я не сохранила, к сожалению, те упаковки, но покупала я, наверное, сортов 11-12, но дожили до того, чтобы получить семена буквально штучки, то есть горох оказался невсхожим. Что произошло, непонятно. Вроде никто его и не съел, но, в общем, семена не прорастали. И самый-самый такой обычный горох не показал хороших результатов. Ну, сказать, что его не было, я не могу сказать. Но какой был, он, конечно, не особо удовлетворил. Сейчас я загляну, может, у меня того периода, 18-й год. Сейчас, если найду быстро, то покажу, какие горохи были посажены. Поздно приходит осознание. Ага, вот они. Значит, это перечень гороха, который сажался в 2018 году. Ой, наверное, не совсем хорошо тут. В общем, сажался спринтер, первенец, детский сахарный, воронежский зеленый, адагумский от разных производителей. Два вида семена для Сибири и евросемена. Глориоза, амброзия и альфа. Ну, в общем, вот из всего перечисленного, по сути дела, только амброзия получилась. И то небольшое количество. Когда-то горох, который рос у нас, мы называли сабля. Был он такой достаточно длинный, многогорошенный, с загнутым носиком. Очень-очень сладкий. Но, к сожалению, вот говорю, происходит то, что постепенно выводится. Поэтому, кроме своих собранных семян, на этот год куплен вот такой горох Афонька. Может быть, кто-то из вас выращивал и может поделиться впечатлениями. У отдельных садоводов, ведущих свои каналы, все фиолетовое я видела. Куплен он уже очень давно. Но не в подражании тем, кто это купил просто из-за такой необычной окраски стручков. Написано, что собирать их достаточно легко, их видно. Вот такой вот голландской линии горох Джофф. Большой размер XL от Гавриша. Гавриш это или кто? Ну, в общем, Русский огород. Нет, не Гавриш, наверное. XL. Ну, посмотрим. Редко, когда удаются у нас вот эти овощи гигантского размера. Так, вот такая сахарная подружка. Увеличенная пачка от Гавриша. Ну, это обычный сладенький рафинад. И вот такой. А, это дочь захотела бобы в общинстве. Бобы когда-то мы сажали и по многу сажали. Но как-то они естся перестали, поэтому отошли на задний план. Ну, а вот фасоли в прошлом году совсем-совсем они удались. Но собрать их оказалось делом непростым, поскольку пошли дожди. И все стало промокать, замокать, плесневеть. Но самое главное, что сохранить практически и не удалось заготовленных семян. Поэтому пришлось вот этот арсенал обновлять. Здесь фасоль спаржевая и, спаржевая, господи, вьющаяся и кустовая. Значит, тоже голландская линия, серенгети. Вот такая вот серенгети. Тоже голландская, это от Сибирского сада. Фасоль злата. Это кустовая. Это тоже кустовая. Татьяна. Такая вот мне понравилась. По внешнему виду пачки от гавриша огород или урожай на окне стрепуха. Такая фасоль у нас росла. Мне очень нравится, когда она в термообработке. Она мгновенно становится ярко-ярко, зеленого, изумрудного буквально цвета. Пурпурная малышка. Преобразуется вот это, створочки ее. Вот такая вот еще одна кустовая бемоль. Язык дракона из фиолетовых. Фасоль овощная, московская, белая, зелено-стручковая. С красивым названием кружевница. Так, какая тут она вьющаяся, высокорослая фасоль. В прошлом году сажали мы вигну. Но, к сожалению, и год назад, и в прошлом году не выросла она. Вот буквально какой-то один год. Не то из тайской, не то из вьетнамской фасоли у нас вигна великолепная выросла. Но это был единственный раз. Ну, очередная попытка. Уж не знаю, что получится. Еще одна вигна. Чуча. Вот такая. Тоже ленивый огород. Посмотрим, насколько уж лениво придется его возделывать. Вот такая вот спаржевая сережка зеленоплодная. И еще один гавриш. Это фасоль анисья. Здесь кустовая. Ну, в общем, сажать придется по всей территории. Видимо, по всем заборам. Но не у каждого забора, надо еще сказать, фасоль вырастает. Уж очень ей не нравятся и затененные места. Также не нравятся, когда переувлажнены. А прошлый год у нас, к сожалению, оказался таким, что толку не... Ну, от гороха толк был. А вот от фасоли-то толку практически и не было. В следующем видео я сейчас не подрасчитала. Но в следующем я покажу баночки, которые мы заготовили из фасоли. Но на этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok